Здравствуйте! В эфире специальный выпуск информационной программы «Республика». Сегодня в 14 часов в Большом зале Госсовета Чувашии был представлен временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Накануне он был назначен на эту должность указом президента России Владимира Путина. До вчерашнего дня Олег Николаев был депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Чувашии. 22 января возглавил Думский комитет по делам национальностей. Временно исполняющего обязанности главы Чувашии представил полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Олег Алексеевич – человек по регионе известный. Он родился здесь, на Чувашской земле, и практически вся его трудовая биография связана с республикой. Президентом Российской Федерации поставлена задача по качественному улучшению жизни людей. Эта цель обозначена в национальных проектах, инициированных главой государства. Этому было посвящено и послание президента Российской Федерации в числе основных приоритетов – расширение мер поддержки семьи с детьми и улучшение материального благосостояния граждан, повышение эффективности экономики и стимулирования инвестиций. Олег Алексеевич, как отец пятерых детей, понимает, насколько важна государственная поддержка семьи, материнства, детства, как экономист и профессионал, проработавший в коммерческом секторе и в органах власти Чуваши, и как высший депутат Государственной Думы Российской Федерации, он также знает ситуацию в регионе, потенциал и возможности республики для развития экономики. Необходимо отметить, что регион обладает серьезным промышленным потенциалом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой социальной сферы. Я уверен, что, несмотря на сложности и стоящие непростые задачи, Олег Алексеевич при вашей поддержке, консолидировав усилия общественности, жителей республики, быстро погрузится в работу и справится с поставленными задачами. Самое главное не терять связь с жителями республики, чутко реагировать на их просьбы и потребности. И я уверен, что все получится. Хочу, Олег Алексеевич, пожелать вам успеха и удачи, и предоставить вам слово. Уважаемый Игорь Анатольевич, дорогие земляки, коллеги, жители Чувашии. Я, прежде всего, хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина заказанное доверие быть временно исполняющим обязанности главы Чувашской республики. Но при этом, очевидно, я осознаю серьезную ответственность работы в этой должности, о многих задачах, которые стоят перед нами, перед всеми сидящими в этом зале и всей общественностью. О многих об этих вещах говорил только что Игорь Анатольевич. Но, конечно же, нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на повышении эффективности реализации мероприятий национальных проектов, достижения национальных целей, которые обозначил нам президент в своем майском указе и усилил и расширил масштабы в послании в текущем году. И в этой связи, на мой взгляд, одним из главных индикаторов такого процесса является повышение доходов населения, улучшение качества жизни каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации и, соответственно, жителя Чувашской республики. Очевидно, если мы этот фактор возьмем как такой за главный глобальный индикатор, это, конечно же, развитие экономики. Развитие экономики во всей его широте. Как говорил президент в своем послании, запуск нового цикла. Это, наверное, главная вещь. И вот, опять же, для того, чтобы это обеспечить, мы все вместе должны объединить усилия. Здесь, конечно же, должны быть очень четкие, слаженные действия органов исполнительной власти и муниципальных образований Чувашской республики, бизнеса, общественных объединений, представляющих общество в целом. И вот эти все институты современного гражданского общества должны объединить, на мой взгляд, на главном. На том, чтобы каждый день мы смогли сделать что-то полезное для республики и использовали каждый рубль нашего бюджета. Здесь мы говорим, прежде всего, о консолидированном бюджете. Это средства и федерального бюджета, и республиканского, и муниципальных бюджетов. Максимально эффективно и создавая те условия жизни, которые реально чувствовали бы люди в виде построенных дорог, построенных квартир и иных объектов инфраструктуры нашей Чувашской республики. Здесь необходимо отметить, что, конечно же, для того, чтобы решить эту задачу, мы исходим из того, что экономика разная, есть предприятия крупные. И здесь мы должны с крупными предприятиями построить совместные планы действий, с тем, чтобы синхронизировать эти действия для достижения максимального эффекта, как для развития самих этих предприятий, ну и, соответственно, решения социальной инфраструктуры нашей республики. Через развитие крупных предприятий, как локомотива экономики, конечно же, создавать возможности для развития малого и среднего бизнеса. И здесь очень важная задача, прежде всего, органов исполнительного власти и муниципалитетов, всячески поддерживать предпринимательскую инициативу, находить хорошие идеи, те, которые могли бы вырасти в кратчайший срок конкретных производственных процессов, создать новые рабочие места. И для этого, очевидно, надо повышать эффективность всех объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иных институтов развития, которые на сегодняшний день существуют, как на территории Чувашской республики, так и в масштабе Российской Федерации. Конечно же, мы должны все это научно обосновать. И здесь очень важна связь, такая трехсторонняя, если так можно сказать, движение навстречу. Наука, органы исполнительной власти и бизнес. С тем, чтобы, с одной стороны, разрабатывать научно обоснованные планы развития, тем самым создавать возможность развития кадрового потенциала нашей республики, ну а через это, конечно же, реализовывать уже современные инновационные проекты. И вот, если мы таким образом сможем организовать наши работы и объединим всех для решения вот такой задачи, объединим возможности и усилия каждого, независимо, кто где находится, конечно же, мы сможем добиться хороших результатов за достаточно короткие сроки. Я перед собой ровно так понял задачу, поставленную президентом. И вот в таком ключе намерен организовывать работу. Спасибо большое. Чуваша имеет, с моей точки зрения, огромный потенциал, прежде всего, людской капитал. И опираясь вот на этот капитал, на людей, живущих в Чувашии, на выходцев из нашей республики, на эффективную работу исполнительной власти, муниципальных органов власти, бизнеса, на объединение всех здоровых людей, которые хотят, чтобы процветала наша республика, мы в короткие сроки должны сделать Чувашию передовой в России. С высоким жизненным уровнем, с очень благоустроенными городами, сельскими территориями, с хорошими дорогами, ну и с современными цифровыми, в том числе технологиями, большие планы. Понятно, что проблем много, быстро все их не решить. Но если люди объединятся, если мы создадим атмосферу созидания, атмосферу доверия к тому, что делает власть, то уверен, что мы многое можем сделать за короткое время. Наша республика всегда была богата талантливыми людьми, профессионалами, патриотами своей земли. И сегодня у Олега Алексеевича есть уникальная возможность консолидировать вокруг себя все здравые силы в интересах республики, на благо жителей Чувашии. У него для этого все есть, как мы видим, желание работать, есть жизненный политический опыт, работа на федеральном уровне. Ну а самое главное сегодня – это и поддержка президента Российской Федерации. Поэтому единственное, что мы сегодня хотим, конечно же, пожелать ему успехов еще раз в интересах республики, на благо жителей Чувашии. Безусловно, это событие, которое стоит внимательно разобраться и поставить задачи на будущее, потому что сегодня назначение состоялось. Временно исполняющий главы Чувашской республики должен поставить себе задачу выйти на уровень экономического, социального развития 1990 года, совершающего года советской власти, последнего. 90-й год – это вершина подъема экономики, социальной жизни и культурной Чувашской республики. Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербайкорс на Читайского района Чувашии. Окончил строительный техникум в Чебоксарах, два года отслужил в рядах вооруженных сил, а в 1998 году получил высшее образование по специальности экономика предприятий и предпринимательская деятельность в Чувашском госуниверситете. Трудился главным бухгалтером и заместителем руководителя по экономике и финансам, руководителем в разных организациях и банковской сфере. С 2002 по 2004 год работал в правительстве Чувашской республики, заместителем министра экономического развития и торговли, руководителем департамента развития предпринимательской деятельности. С 2011 года был депутатом Госсовета Чувашии от партии «Справедливая Россия». В 2015-м баллотировался на пост главы республики. Выборы главы Чувашии пройдут в сентябре 2020 года. Наш специальный выпуск завершен. Подробнее обо всем в ближайших выпусках.